...выжимку, как положено на уже статьях. Первое, что концепция устойчивого развития, это цель устойчивого развития, это глобальный договор по согласованию и реализации его с бизнесом, государством и городами. С кем там еще? А и третий момент, третья композиция, значит, это... Национальное богатство. Национальное богатство, что сразу же вызывает кучу споров. В чем считать, как считать его вообще, так сказать, и так дальше. Значит, по поводу методик реализации, я, знаете, возникла мысль, что пока мы разберемся с концепцией устойчивого развития, программа ее действия закончится. То есть, 2030 год. Это программа окончания действия, так сказать, этого срока стекает. Соответственно, успеем вообще разобраться в методиках или не успеем? Мне кажется, не успеем. Будем надеяться. Второй момент выступления. Почитайте документ концепции устойчивого развития, повестка дня. 2030 год. Значит, почитайте повестку дня. Это документ ООН. Итак, подписано 193 странами, так сказать, планеты Земля. Дальше. Еще из момента выступающего, который он только что выделил. Значит, это то, что помимо, значит, чувствительной темы национального богатства, это то, что концепция глобального договора, что все крупные компании почему-то каким-то образом подвязаны на выполнение рекомендательных целей устойчивого развития. Чего они делают, я не понимаю. Ну, поскольку это скрипотворительно-экономические логики. Но почему-то крупные компании это делают. Значит, кто их может заставить, я себе не представляю. Уважаемые коллеги, значит, всем рекомендую с власти на сайт РСПП, Российского союза промышленников и экономики. Они публикуют отчеты ведущих российских компаний по корпоративной и социальной ответственности и устойчивому развитию. Значит, и вы там за многие годы найдете весь наш крупняк. Товарищи, по поводу устойчивого развития, я наблюдал отчет групп устойчивого развития, которая готовила к чемпионату мира 2017 года, и чуть ли там не Олимпиаду 2014 года. Этот отчет имел потешные формы, то есть это была деятельность имитационная, это была деятельность ради деятельности. Никого смысла, сказать, экономического и социального в ней не предусматривалось. Группа взяла на себя функции, выпила на себе зарплату. Пир. Чистый пир. Абсолютно точно. То есть, а потом начали сыпаться сами стадионы. То есть, да, это о чем говорит? О том, что, судя по всему, пока привязка к материальной экономике не осуществлена. Но в мое выступление, сейчас, так сказать, я хочу начать с другого. С того, что... Пожалуйста, пожалуйста, да. Слушай, значит, концепция устойчивого развития была озвучена больше 30 лет назад в Левском клубе. Значит, доклад декабрьский Римского клуба говорит о том, что она оказалась недостаточной, и он посвящен целиком и полностью ноосферному развитию. Значит, вернулись к ноосферному развитию. Не окажется ли вот эта тематика, которую мы сегодня обсуждаем, ну, назовем так, прикрытием той стагнации, которая сегодня в обществе существует? Дело в том, что на текущий момент... К сожалению, вот то, что я услышал, это именно так. Концепция устойчивого развития в редакции ООН, по моим ощущениям... ООН сама сегодня подвергается критике как несостоятельной на сегодняшний день организации. Мы это рассматривали 28 числа. На текущий момент, как мне представляется, на основе объективного анализа макроэкономики, геополитики и прочим основаниям, концепция в редакции ООН не решает существующих проблем, к сожалению. Она ничего вообще не решает. Не решает. Первое. Второе. Юрисдикция ООН, значит, это слабая, но юрисдикция, которой юрисдикции, к сожалению, нет. И третье. Чем мы занимаемся? Мы пытаемся увидеть изъяны в концепцию устойчивого развития в текущей редакции ООН и предложить продолжение этой темы. В этом-то и есть цель научного консорциума. То есть есть, видите, рабочие группы, цель дать научным докраммам, научную методологию. Итак, позвольте начать вторую часть выступления.